Итак, парад, о котором постоянно говорили большевики всех мастей, не состоялся. Вопреки улюлюканьям армянских ресурсов, которые предвкушали сенсацию, супротив спекуляции разных голов из пятых колонн, наперекор на спехотесанной провокации, нацеленной, прямо скажем, на сталкивание России и Азербайджана. Назло всему, парад не состоялся. А что же состоялось? Торжественное построение воинского контингента российских миротворцев, временно размещенных в Карабахе. И здесь, как говорят в Одессе, есть две большие разницы, выходящие за рамки воинского устава и напрямую связанные с тонкостями международного права. В связи с этим Кавказское бюро попросило прокомментировать значения и нюансы первого дня победы в постконфликтном Карабахе российского военного обозревателя и эксперта телеканала «Звезда» Александра Артамонова. «Существует два очень важных момента, которые важно проанализировать. Первый касается международного права, второй связан с практической реализацией такого важного мероприятия, как торжества по случаю Дня Победы», — заявил Артамонов. Он напомнил, что парад — это мероприятие не только военное, но еще и политическое. Эксперт уточнил, что с точки зрения права, это атрибут суверенитета государства той страны, войска которой проводят данное мероприятие. Соответственно, территория, на которой проводится данное мероприятие, также подпадает под действие суверенитета парад проводящей стороны. К сожалению, именно с этим фактором и был связан гипертрофированный акцент проармянских изданий, еще месяц назад начавших вброс темы российского парада в Карабахе. Этим как бы делался намек. Москва, как минимум, не признает территорию временного размещения российских миротворческих сил суверенной территории Азербайджана, — подчеркнул эксперт. По его словам, данный вопрос мог бы быть легко решен российскими военными при помощи заявки на парад, обращенного к азербайджанским коллегам. Ничего страшного в самом факте воинского шествия дружественных вооруженных сил нет. Ведь маршируют же иностранные, в том числе азербайджанские расчеты по брусчатке Красной площади. И это ни в коем случае не означает временную оккупацию Москвы, отметил политолог. Он подчеркнул, что расчет организаторов провокации был точен. Обратись миротворцы с предложением о проведении парада вместе с азербайджанскими вооруженными силами, и тогда пиар-волна была бы поднята уже в Армении. Посыпались бы заявления о крене Москвы в сторону Баку. Закричали бы, что Москва, мол, да Юри признает остатки Арцаха азербайджанской территорией, очередной раз продает армян туркам. Тут бы еще и срочно придумали теорию заговора, завели бы извечную шарманку про нефтедоллары, пояснил военный эксперт. Он предположил, что такая ситуация сыграла бы на руку внешним силам, которые остались за рамками миротворческой миссии в Карабахе. «Я, конечно же, имею в виду прежде всего скандинавских миротворцев, которые так и не появились на Карабахском Нагорье», добавил военный обозреватель. Артамонов особо указал, что Москва никогда не ставила под сомнение признание Карабаха территории Азербайджана во исполнение всех норм международного права и четыре резолюции ООН. Это, собственно, было подтверждено самой Россией, в том числе на самом высшем президентском уровне, не далее, как в ходе 44-х дневной войны и самим фактом Московской декларации, напомнил эксперт. По его словам, тщательно продуманная провокация ставила под удар положение эксклюзивного модератора постконфликтного урегулирования, статус которым Москва, конечно же, поступиться не может. Именно поэтому в результате была избрана нейтральная формула торжественного построения, которая, в отличие от парада, международно-правовыми коннотациями не обладает и риска дипломатического недопонимания не несет. Между прочим, филигранный ход российской военной дипломатии этим не ограничился. О форме проведения торжественного мероприятия российских миротворцев официально было заявлено накануне в пресс-релизе оборонного ведомства самого Азербайджана. Никакого возражения от российских военных в связи с этим анонсом не последовало. Согласование параметров проведения воинского мероприятия велось в согласии между Москвой и Баку. Эксперт указал, что Россия в очередной раз подтвердила признание суверенитета Азербайджана на территории всего Карабаха, где она собственно и осуществляет миротворческую миссию по приглашению азербайджанского правительства.